Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз нам не хватило времени рассказать о кандидате в Конгресс США. Это интересно очень. Давайте-ка мы к этому вернёмся и расскажите об этом. Совершенно верно. Речь про Каталину Лауф. И помимо, так как у нас уже две недели прошло после нашей последней встречи, но ещё в этом сегменте я немного упомяну о каких-то заинтересовавших меня событиях, так или иначе связанных с Конгрессом вообще. И благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Что касается женщин в Конгрессе, то в последнее время, благодаря известной всем нам скорбной четвёрке, они как-то, прямо скажем, подтверждают всякие сексистские и прочие идеи о том, что политика – дело, мягко говоря, неженское. И Тэтчер, и другие подобные замечательные женщины, представительницы консерватизма и представительницы здравого смысла, как-то вот сейчас забыто, и у большинства, к сожалению, в последнее время, первая ассоциация – это женщины в политике, Акасио Кортес, Амара, ну или подобная им публика. Я, кстати, да, раз уж хотя я обычно стараюсь ей пиар лишний не делать, но раз Кортес упомянул, то вот перед нашим предыдущим выпуском везде это замелькало видео, так как её каждый шаг с восхищением или ещё как освещается в СМИ, да и консерваторы, к сожалению, ей уделяют больше времени, чем надо. Вот если вы видели, наверняка вы видели, то видео, где она бегает вокруг аквариума с пингвином, то, знаете, у нас с вами, людей, которые связаны так или иначе с юмором и поп-культурой, о чём мы ещё будем сегодня говорить, русскоязычным, может возникнуть очень хорошая ассоциация. Может, вы наверняка знаете передачу «Городок», так вот, я вам всем советую найти, на Ютьюбе это есть, просто наберите «Городок», «Рыбка», 1993 год. И окажется, что Алийников со Стояновым в точности предсказали, как себя будет вести Кортес при общении вот с подобными представителями морского мира. Ну, это так, к слову. Так вот, и вот самое время, естественно, женщинам консервативного движения, которых достаточно, и одна кэнди-соуэнс, чего стоит, возвращать доброе имя женщинам в политике, и как раз Каталина Лауф, которая представляет ваш замечательный, пусть и уничтожаемый левыми, штат, я имею в виду Иллинойс, Каталина Лауф, она идёт от 14-го, собирается идти, от 14-го округа. Округ, он вообще-то преимущественно голосует за республиканцев. И более того, если посмотреть результаты президентских голосований в 21-м веке, то только в 2008-м году, когда случилось массовое помещательство из-за Обамы, ну, да и у республиканцев, прямо скажем, кандидат был не самый лучший, но вот только там случилось такое нехорошее ответвление в сторону демократов. А так округ в основном республиканский. И вот, тем не менее, там ухитрилась победить демократка Лорен Андервуд, чернокожая, но дело даже не в этом. Дело в том, что она заведомо левая, и уверена, например, что американские миграционные службы там чуть ли не специально убивают иммигрантов. Ну, понятно. Поэтому Лауф нацелено эту ошибку исправить и вернуть 14-й округ республиканцам. Повторяю, шансы у нее есть. Ну, основная, на данный момент основной такой ход, пиар-ход, это ее возраст. Так как, если Лауф действительно побеждает и проходит, то она будет самой молодой конгресс-вумен в истории. Насколько я знаю, сейчас как раз Кортес это несет бремя на себе. А Лауф может ее победить. О женском возрасте, конечно, не принято говорить, но ей 26 лет. Но при этом, в отличие от чокнутой представительницы Нью-Йорка, представительница Элинойса, девушка разумная. Она из семьи легальных иммигрантов из Гватемалы. Она с молодых лет, даже, можно сказать, совсем с юных, так или иначе имела отношение к бизнесу. Она так или иначе сотрудничала и с администрацией Трампа в штате. И, как видите, вполне себе достойный набор тех качеств, которые всем нам на самом деле пригодятся в Конгрессе. Известно, что Лауф позиционирует себя как воплощение американской мечты. То есть, девочка из семьи мигрантов из бедной страны. А Гватемалы – это бедная страна, как вы все помните. Тем не менее, которые и родители, занимающиеся бизнесом, она сама не жаловались, не страдали и не вымогали деньги у правительства. А старались добиться всего сами, встать на ноги. И поэтому поддержка бизнеса, сокращение налогов, естественно. Сама Лауф говорит, что действия президента и его администрации по сокращению налогов и хоть какому-то сокращению регулирования, например, очень помогли бизнесу ее отца. И плюс нам любят говорить, что все республиканцы – они враги меньшинства и так далее. И что все якобы представители испаноязычного комьюнити, они все за демократов и все приветствуют иммигрантов. Но вот Лауф как раз, наоборот, уверен, что нужно, необходимо укреплять иммиграционное законодательство и границы. Потому как левые товарищи, они забывают, что на самом деле люди, которые прошли через все испытания иммиграции легальной, которые знают, что это такое, но они точно не приветствуют нелегалов. И Лауф как раз подтверждение того, что разумные представители испаноязычного, хотя она себя, думаю, к таким и не относит все-таки, она, безусловно, американка, все эти испаноязычные и так далее, но это, видите, даже в мою речь эти левые стереотипы проникают. Ну, так скажем, латиноамериканского происхождения давайте такую формулировку использовать. Так вот, Лауф представляет именно консерваторов вот этих людей латиноамериканского происхождения, и я очень надеюсь, что ей удастся победить, потому что ее победа в округе будет достаточно значимым событием. Ну и сама по себе молодая женщина с такими явными консервативными позициями, она себя позиционирует именно как консерватора, это будет хорошее противостояние вот той самой публике. Естественно, ей надо готовиться к тому, что пресса будет ее травить, говорить, что она предательница своего народа и так далее и тому подобное. И даже если, на что я очень, конечно же, рассчитываю, Лауф попадет в Конгресс, то, конечно же, она не будет окружена такой любовью пресса, как Амарт, Тлаип или та же самая Кортес, но, тем не менее, побеждать все равно надо. Тем более, там и против Кортес намечается подобие республиканского бунта в ее округе. И я, к сожалению, не думаю, что республиканцы могут победить в Нью-Йорке, да еще там, откуда идет Кортес, но мало ли. Так что, если кто-то у вас из друзей, знакомых, родственников живет вот в этом самом округе, то, хоть я и не могу вмешиваться, естественно, в политику Соединенных Штатов и говорить, за кого голосовать, а за кого нет, но вот Лауф, я считаю, своим друзьям все-таки имеет смысл посоветовать, что ее как-то надо продвигать, надо на нее больше обращать внимание, и если пока еще не голосовать до выборов долго, то всячески ее в штате рекламировать, она того, повторяю, заслуживает. Тем более, что, как мы с вами наблюдаем, Палата представителей, как, впрочем, и ожидалось на самом деле, скоро уже год, как прошли выборы, и там и год, как работает новая Палата представителей еще через некоторое время, и мы видим, что практически не хотелось бы исприменять какую-то суровую лексику, но что Палата представителей превратилась в такую, знаете, как это раньше было в дополиткорректные времена, какой-то цирк уродов. И публика, которая представляет демократов, ну, извините, другими словами нельзя назвать, потому что все эти безумные инициативы, вроде «Зеленого нового курса», «Закон о равенстве», который возводит ЛГБТ-сообщество в какие-то небывалые вообще права, эти какие-то постоянные бестолковые слушания об импичменте, которого быть не должно и так далее, и тому подобное, действительно Палата представителей превратилась в то, о чем предупреждали многие на самом деле, а именно в какой-то такой безжизненный придаток к Сенату, от которого ничего хорошего не исходит. Я верю в американскую систему и верю, что Палата представителей можно вернуть в нормальное состояние, но для этого нужны люди, именно представляющие здоровые силы Америки. Так как на сегодняшний день получается так, что здоровые силы Америки, они республиканцы, то, соответственно, надо поддерживать их. И Каталина Лауф нам как раз лишний пример. Если говорить, чуть немного отвлекаясь от нашей героини, о республиканцах в Палате представителей, то о том, насколько важно все-таки их там сохранять, нам показал Джим Джордан, человек, на которого я часто ссылаюсь, который дал, например, едва ли не самый четкий комментарий по докладу Хоровица. Ну, вы все помните, что получилась такая призабавная, ну, для вас, наверное, не очень, со стороны все-таки это забавнее ситуация, когда доклад генерального инспектора говорит, что бывший глава ФБР Коми нарушил все, что там можно только нарушить, и что его обращение с документами, оно совершенно точно является как раз нарушением. Однако, министерство юстиции, хоть там сейчас и вполне достойный бар во главе, отказывается вот какого бы то ни было преследования, а сам Коми заявляет, что его, оказывается, оправдали. Никогда не думал, что вывод в действиях бывшего директора ФБР четко выявлено нарушение, это является оправданием, но вот Коми, как-то, знаете, у левых очень странное понятие. Когда доклад Мюллера указывает, что не найдено ничего в администрации Трампа плохого, они уверяют, что нет, это никак не оправдание. Когда доклад Хоровица говорит, что в действиях бывшего главы ФБР выявлено нарушение, они говорят, да нет же, это самое, что не на есть оправдание. Так вот, и Джордан как раз четче других сказал, что если кто-то и должен извиняться, то это как раз Коми, потому что то, что он делал на посту главы ФБР, где работал, напоминаю, человек спорный, но выдающийся гувер, но это, конечно, безобразие. И таких людей, как Джордан, Мидоуз, в палате представителей должно быть гораздо больше, и Лауф как раз должна к ним присоединиться. Более того, нельзя забывать о Сенате, и то, что очень часто люди из палаты представителей потом становятся весьма и весьма достойными сенаторами, и сенатское большинство сохранять тоже необходимо. О важности сенатского большинства, его сохранения, нам тоже напомнили, прежде всего, демократы, потому что скоро открывается работа Верховного суда, как вы помните, и там будет, в частности, рассматриваться дело, связанное с Нью-Йоркским, кстати, законом. Закон довольно-таки безумный, он практически запрещает людям транспортировку оружия по городу, даже если это оружие стоит там, на нем замок, предохранитель, все что угодно. Так вот, дело это будет рассматриваться, но ушлые демократы во главе с человеком с несколько устрашающей фамилией White House, и еще там такие люди, как Джилли Брэнд, знакомые нам, Херона, Блю Менталь, ну, в общем, тоже к вопросу о странствующем цирке уродов, они написали такой меморандум, который, вообще-то, если пытаться пробиться через всю эту юридическую лексику, это чистый гангстеризм, вообще-то. То есть, такое письмо, если хотите, шантажистов, а именно, если, мол, вы, граждане-судьи, не рассмотрите вот это дело и все остальные, как этого хотим мы, и как этого хочет либеральная общественность, то, значит, суд надо нам менять. Если вы помните, что у демократов есть идея фикса суд расширять и превращать его в предаток и демократической партии, то видно, что это, в общем-то, идея-то опасная. И то, что затевает White House с компанией, это, именно, повторяю, посягательство на разделение властей. То, о чем предупреждал, то, что я часто цитирую Хэмилтон еще в «Федералисте», что как только начинается слияние суда с любой ветвью власти, то это даже не просто кризис, это катастрофа едва ли не самая страшная, которая может случиться в обществе. И именно это, естественно, нам пытаются пропихнуть демократы, напоминая о том, что они действительно подрывают Америку изнутри, пусть это и пафосно прозвучит. Я бы еще от себя добавил, что White House, помимо того, что у него такая устрашающая фамилия, но он еще и кандидат в Верховный суд сам по себе. Его и в 2016 году называли одним из основных людей, кого Абаба мог бы назначить. И вот имейте в виду, что человек, который занимается шантажом, а это именно так, и человек, который угрожает Верховному суду, если тот примет неудобное для него решение, может там оказаться. В случае победы не приведи господь демократов. Это вам еще одно напоминание. Естественно, республиканские сенаторы дружно ответили, что не надо так себя вести, и вообще-то это безобразие, и что Верховный суд трогать не надо. Более того, Гинсберг, что называется All People, в свой краткий момент здравомыслия сказал, что не надо этого делать, девять подходящее число, но тут ее тоже проигнорировали, и у демократов действительно на Верховный суд серьезные взгляды, и в этом смысле конечно меня умиляет, когда они вдруг стали еще и нападать на МакКоннелла, который заявил, что если на будущем году освободится место, то он его и Сенат, я имею ввиду, конечно же займут. Конечно же, естественно, все вспомнили то, что было в 16-м году, когда Гарланда не утвердили, но вот я понимаю на самом деле то, что даже некоторые республиканцы считают, что так нехорошо себя вести, пуризм и так далее, но извините, если демократы применяют откровенно преступные методы борьбы, то МакКоннелл на самом деле технически ничего страшного не предлагает. Республиканское большинство в Сенате, да, а демократы виноваты, американцы за это проголосовали. Общество демократическое, республиканская демократия. Поэтому, если так получилось, что было большинство в Сенате президент-демократ, извините, раз у Сената есть некоторые преимущества в вопросах утверждения, Сенат может сделать то, что он сделал. Если в двадцатом году такая ситуация вдруг сложится, учитывая, что и с Гинсберг там непонятно что, и Брайеру 80 с лишним, и у Сотомайор тоже проблемы со здоровьем, и кто знает, что там мой любимый Кларенс Томас придумает, все-таки тоже человек немолодой, но тем не менее, технически МакКоннелл имеет полное право и Сенат утвердить действительно кандидата, потому что большинство у них президент-республиканец, так что тот же Обама, кажется, говорил, у выборов есть последствия, так что не обессудьте. Здесь МакКоннелл будет, я думаю, абсолютно прав, да и, кстати говоря, если такое произойдет, то и Трампу это может помочь в выборах, так как если все увидят, что он назначает действительно консервативных судей, он их назначает, а демократы ему препятствуют и уже бьют все рекорды за историю Америки, кстати говоря, в своих попытках сорвать номинат номинантов и в Верховный суд, и в суды и низших инстанций, то понятно, кто действительно заинтересован в том, чтобы Америка преуспевала. Ну вот, это я отвлекся, но как я вас предупреждал, новостей за две недели много, и я постарался их все хватить, а возвращаясь к самому началу, ну еще раз, мы постараемся и я лично следить за успехами Каталины Лауф, и надеюсь, я еще к ней вернусь не раз, а через год с небольшим мы все ее поздравим с победой, но вот тем не менее и у ваших друзей из штата есть возможность помочь всем нам избрать вот такую, на мой взгляд, интересную, многообещающую леди молодую, у которой, кто знает, будет, надеюсь, будет прекрасное будущее консервативное и в Палате представителей, и в Сенате, ну а там видно будет. Здесь я прервусь, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. И мы примем звонки, потому что люди стоят на линии, ждут. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Как его зовут? Имя его, имя, фамилия? Кого? Кого? Вот этого, Дениса или кто-то было? А у нас сейчас программа Ивана Денисова, а что? А, не, не, а я думал Давыдова. Ну ладно, так я о чем хотел сказать, поэтому, я бы уже было по часу говорить. Вот, что интересно, понимаете, из того, что он сообщил, что партия... А я, вы можете со мной говорить, я здесь еще. Организованная эта женщина, которая часто звонит, так сказать, вот, я считаю, что он принял к этой партии. Ты сам откуда вообще парень? Из Москвы или из под Москвой? Что за фамильярность, дружок? Мы с тобой на Брадершафт не пили. Все, да, вы научитесь себя вести, не надо разговаривать с человеком в третьем лице, и вы так можете вот за кружкой пива с друзьями разговаривать, давайте все-таки немножко как-то так придерживаться общепринятых норм поведения. Добрый день, пожалуйста, Уфина. Здравствуйте. Уважаемый Иван, вы хоть и говорите, что вы не хотите вмешиваться в нашу политику, так сказать, в наши выборы и так далее. Но все равно у меня к вам вопрос. Может быть, у вас есть какие-то идеи, как победить такого представителя, как Джен Чаковский? У нас в округе это, ну, при помощи выборов я не представляю, потому что избиратели в основном такие же, как она, такие же левые. А сила у нее неимоверная. у нее целая армия ее, так сказать, последователей, я не знаю, платных или бесплатных, но если у нее нет конкурента, так она их даже одалживает своим последователям соседние округа. Ну, давайте так, во-первых, это другой округ, 14-й, это не... Я понимаю, но у нас 9-й, по-моему, да? Да, Чекловский в 9-м округе, а в 14-й, несколько иная ситуация. А вот насчет вот этого нашего Верховного Суда, у меня вопрос, может ли сам Верховный Суд объявить вот это решение, если, не дай Бог, левые протянут его, и когда они, не дай Бог, придут к власти, не приведи Господи, объявить это антиконституционным? Ну, теоретически, да, если будет это решение, этот закон оспариваться в судах и дойдет до Верховного Суда... Нет, они сами не могут поднять вопрос? Нет, Конституционный Суд разбирает законы, которые принимают законодатели и решают, конституционен ли он или нет. А просто так они какие-то заявления... Они не могут сами поднять, да? Нет, не заявление. Если будет принят закон, и он будет и протестовываться через суды, и даже не сразу до Верховного Суда, там он должен пройти же через несколько инстанций. Только в этом случае. Но, в принципе, это может. быть. Другое дело, что это займет много времени, и под это дело демократы уже успеют какую-нибудь гадость устроить. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, мы сейчас... Да, но что касается вашего первого вопроса, я, к сожалению, не настолько хорошо знаком вот с борьбой внутрипартийной в отдельных округах, округах, но ближе к выборам следующего года, я обещаю, что именно к вашему округу я буду проявлять особое внимание. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова» и перейдем к следующей теме о том, как комик стал врагом левых. Да, это достаточно любопытное явление, что уже второй раз за лето человек, которого левая тусовка голливудская считает своим, вдруг подносит этой самой тусовке такой неприятный сюрприз и превращается, не знаю, надолго ли в ее врага. Мы уже говорили с вами, помните, про новый фильм Тарантино, а вот теперь случилось еще более страшное, для левых я имею в виду, так как чернокожий комик, казалось бы, левых взглядов, ну, может быть, умеренных, да еще и мусульманин по имени Дэйв Шапелл, вот выпустил новый стендап спешл «Стикс и Боунс», насколько я помню, называется, и подвергся суровой критики, так как шутил, он оказывается совсем не про то, про что надо. Здесь я немного отвлекусь и скажу вам так, что вот существует в этой самой мировой пресловутой прессе и критике такое несколько пренебрежительное отношение к американскому юмору вообще. Я его всегда отвергал, да и, в принципе, и сейчас отвергаю, потому что американские юмористы с 19 века и далее мне всегда оказались гораздо более понятными и гораздо более точными и гораздо более смелыми, чем европейские, например. Но я не буду вас перегружать фамилиями, тем не менее, ну, Марк Твена все знают, есть и Рин Кларднер, Дэймон Райнин, и кто угодно. И что касается и в литературе современной уже хуже, к чему тоже сейчас вернемся, а вот стендап комедии тоже мне всегда американские комики были гораздо ближе, и мне было понятнее, о чем они шутят, и вот это вот существовавшее до где-то, наверное, начала 21 века, ну, может, до 90-х годов традиция, когда комик вне зависимости от своих взглядов высмеивает просто-напросто всех, то это мне тоже было понятно. Морд, Сал, великий комик по сей пору живой, был скорее таком умеренно консервативным, но и Рейгану от него доставалось, великий, мой любимый вообще комик, бывший раввин, кстати, Джеки Мэйсон, тоже уже здравствующий, но совсем преклонных годов, тоже консерватор, но и в адрес республиканских деятелей тоже шутил немало, с другой стороны, комики взглядов скорее левых порой издевались над своими же Джордж Карлин, например, или Ричард Прайор. Но вот в последнее время, увы, и сатира литературная как-то стала выдыхаться, потому что политкорректная полиция ее преследует, и комики на сцене, они вот весь юмор сводится к тому, что белые это плохо, расизм это плохо, геи это хорошо, черные хорошо, Буш или Трамп, это очень плохо. Все. И почему-то это называется смелостью, к тому же. Поэтому, действительно, на сегодняшний день юмор и сатира, они, ну, не только в Америке, в Европе, на самом деле, опять еще хуже, но переживают не самое лучшее время, потому что левые, а левые нынешние подавно, они не умеют шутить, в принципе. Если ты все время боишься, что скажешь что-то не то, и надо шутить только про определенный набор тем, то смешного не получится. У нас, кстати, похожая ситуация, из-за того, что официальный наш юмор, он нацелен только на определенные какие-то точки, то и традиция русского и даже советского юмора была, но сейчас она в глубоком кризисе. Но это отдельная история. Так вот, если посмотреть на комиков американских, которые мне нравятся на сегодняшний день, то получится, что это почти сплошь действительно люди, ну, скорее консервативных глядов. Нигде Паола, Колин Куин, но Гатфилд, он не то чтобы комик, но он сатирик, поэтому его я бы тоже сюда назвал. Человек же, который когда-то начинал хорошо, это Билл Мар, например, сейчас он порой высказывается в адрес Израиля или Ислама разумно, но тут же пугается и начинает отпускать какие-то идиотские шутки про то, как он рад, что умер Дэвид Кох, и все в таком духе, что, мягко говоря, выглядит довольно-таки уродливо. Поэтому тоталитарная левая полиция мысли, она сатирую юмор американскую с гениальной традицией выживает. И вот тут вдруг происходит такой неожиданный удар, как Дэйв Шепелл, повторяю, казалось бы, свой абсолютно. Он выпускает спешл этот самый, где шутит над ЛГБТ, где шутит над МИТУ, где шутит над Смоллетом, помните, этого человека, который чернокожий, который организовал нападение на себя. И даже там, где вроде бы он поддерживает, казалось бы, аборты, но этот фрагмент его монолога, он так выстроен, что доводы сторонников абортов он доводит просто до абсурда. Я, кстати, сказать себя к поклонникам Шепелла не отношу, потому что вот этот юмор черной общины, так его назовем, там был, безусловно, и лидер, это Ричард Праер, он действительно гениальный комик, и шутки его понятны всем, если найдете старое его выступление еще 70-х годов, надеюсь, согласитесь. Современные чернокожие комики, они в большей степени или меньше повторяют Праера. И Шепелл тоже. Но, тем не менее, то, что вот он вышел, да, за эти самые флажки и позволил себе вот такие вот шутки, привело к тому, что заголовки левой прессы, ну, действительно, почти как были с фильмом Тарантино, что Шепелл в кризисе, Шепелл, ты встал частью эстеблишмента, или мой любимый «Только плохие белые любят новое шоу Шепелла» и так далее, и тому подобное. Это указывает, в общем-то, на то, что левые инакомыслие терпеть не могут. И вместо того, чтобы порадоваться, что вот человек, вроде бы, условно все-таки к их лагерю относящийся, он напоминает нам о великой американской традиции, когда смеются над всем подряд, а не только над Трампом и белыми. Тем не менее, левые этого, конечно, не могут пережить, и поэтому Шепелла с готовностью записали в предатели, в враги и так далее, и тому подобное. Консерваторы, напротив, за Шепелла опять заступаются. При этом консервативные авторы, они прекрасно понимают, что нет, Шепелл, конечно же, консерватором не стал. Но то, что он пытается хоть как-то напомнить всем, что юмор, сатира, они, вообще-то, это как раз идеальное воплощение первой поправки, и то, что смеяться над такими вещами, как те же самые ЛГБТ, и над тем же самым мету, который доводится до абсурда, и уж тем более над Смоллетом, это на самом деле разумно, и так часто смеясь, мы помогаем самим себе переживать серьезные проблемы, то нет, левые это не принимают, естественно. Консерваторы знают, что если вам не поможет правительство, правительство вам не поможет, естественно, то вы должны справляться сами, а когда вы справляетесь сами, вам помогает юмор. И поэтому сатирики такие, как тех, кого я назвал, Мэйсон, Гатфилд, они действительно яркие представители консервативной поп-культуры, и Шепелло так или иначе действительно тоже этой самой консервативной поп-культуре, может, сам того и не желаю, помог. Что будет дальше с комиком, мне трудно сказать. Сейчас довольно забавная картина, если вы посмотрите ради интереса на Rotten Tomatoes, то оценки критиков очень низкие, а вот оценки зрителей зашкаливают. И если Шепелл сделает правильные выводы, я не призываю его к тому, чтобы возвращаться в христианство и вступать в республиканскую партию, нет. Но если он устоит перед этой атакой левой тусовки, левой полиции мыслей, и продолжит дальше шутить над всем подряд, то он даст очень хороший пример комикам молодым, потому что они увидят, что либо вы комики шутите или даже словом шутка трудно назвать по темам, которые вам предлагает левый истеблишмент, и зрителям вас хвалят, вас называют смелым, но зрителям до вас нет никакого дела. Либо вы вне зависимости от своих взглядов высмеиваете все подряд и бунтуете против устоявшихся, навязываемых вам левыми идей, и тогда люди вас действительно понимают. Вот тогда, если молодые комики пойдут за Шапеллом, если сам Шапелл сохранит свой нынешний настрой, то я надеюсь, что великая традиция американской сатиры и американского юмора, она будет, ну не сказать, что возрождена, потому что она все-таки к счастью не умирала, но что она вернется к своим золотым годам 20-е, 30-е, 50-е годы. Хочется мне на это надеяться, но повторюсь, люди сами должны делать выводы. Увы, на сегодняшний день выбор именно такой, либо, чтобы тебя гладили по головке представители левого эстеблишмента, либо, чтобы они тебя ненавидели, проклинали, ставили низкие оценки, но, чтобы любили простые зрители. Для меня выбор очевиден, для хомиков, увы, не знаю. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Нет, давайте перейдем к следующей теме, перенесемся в Европу, Джонсон, Макрон, кто же из них является реальным другом Америки, если останется немного времени, если вдруг останется время, может быть, несколько слов о том, что ждет Англия, все-таки Brexit состоится, не состоится, там приняли закон, запрещающий, но, в общем, такая ситуация, если вы следите за этим, ситуация довольно интересная. Да, я как раз это и хотел рассказать, но просто посмотрим, действительно успеем или на следующий раз перенесем, потому что начал бы я с Макрона, так как вот то, о чем я вам сейчас говорил, что есть люди в поп-культуре, которых любят тусовка, элиты, но не любят простые граждане, и наоборот, вот сейчас похоже, ситуация происходит с Макроном, потому что то, что внутри Франции у Макрона черт знает что, я вам уже не раз рассказывал, но мировой либеральный истеблишмент Макрона просто боготворит, он, дескать, воплощает либеральные ценности, он противостоит популизму, так далее и тому подобное. Тем не менее, если мы посмотрим на то, чем Макрон занимался последние месяцы на встрече G7 и вне ее, то картина будет довольно-таки отвратительная, потому что Макрон во-первых нам говорил всем нам, что оказывается у нас закат западного западной гегемонии и сам запад в этом виноват абсолютно и что называется из книги левых, он успел испортить отношения с консервативным президентом Бразилии Болсонаро, но не буду пускаться в подробности, только совсем немного, и такой любимый мной консервативный, наиболее консервативной частью королевства, как Северная Ирландия, он заявил, что надо возвращать Россию тоже в G7 еще до Трампа, кстати говоря, насколько я помню, он вместе с Путиным и другими европейцами изо всех сил пытается спасти Иран от американских санкций, и простите, этого человека нам подносят как едва ли не спасителя западного мира. Нет, извините, с Болсонару вышла вообще история отвратительная, потому что там происходят пожары, вы знаете, в лесах, но, во-первых, эти пожары, они не намного хуже тех, что были и раньше, во-вторых, эти пожары зачастую на тех территориях, где лесов нет вообще, это фермеры, которые, к сожалению, плохо обучены, так производят себе удобрения, и что самое главное, Болсонару все цепляются, а то, что эти леса выжигаются из Боливии, где левый президент Морена, насколько я помню его фамилия, и что там происходит насильственное распределение территорий, и люди, которые просто не знают, что им делать, выжигают леса, они их в него рубают и так далее, об этом молчок, естественно. Но Болсонару у нас страшный, он правый, поэтому все цепляются к нему. И то, что демонстрирует Макрон, это такой, то, что я называю либеральный неоколониализм. Старый колониализм имел в себе много плюсов, а либеральный неоколониализм, это когда вот либеральный истеблишмент навязывает стране, испытывающей некоторые сложности, свою точку зрения. Но Болсонару отбивается и требует, чтобы Макрон демонстрировал хоть какое-то уважение, а не снисходительность. Тем более, те, кто стали обвинять бразильского президента в том, что он якобы отвергает помощь вообще, забыли, что когда Нетаньяху прислал самолеты для тушения пожара, то Болсонару поблагодарил его, поместил в Твиттере фотографию соответствующую и подчеркнул, что друзья Бразилии настоящие это такие, как Израиль и президент Израиля. То есть, здесь Макрон элементарно повел себя по-хамски и просто-напросто испортил отношения с человеком, который заинтересован в контактах с Европой. Я имею в виду бразильского президента. Северная Ирландия другое, что там президент заявил Франции, что нужно вообще объединять Ирландию и Северную Ирландию и то, что получилось включать в состав ЕС. Ему, конечно, повезло, что он это сказал вдали от Северной Ирландии, потому что в Северной Ирландии ребята есть суровые, и хотя юнионисты сейчас вооруженную борьбу практически прекратили, но для Макрона они бы могли сделать исключение. Я не призываю сейчас никаким насильственным действиям, но вот так вот легко расписываться и скидывать мнение большинства населения Северной Ирландии, которые хотят оставаться в составе королевства, это опять Макрону чести не делает абсолютно никакой. Ну, про Иран тут я даже говорить ничего не буду, и так все понятно. Мы знаем, что такой Иран, и знаем, как Америка и Трамп и Болтон и Помпео стараются по стране установить тамошнюю помощь террористическим режимам и развитие ядерной программы, а вот приходит Макрон и говорит, нет, давайте помогать Ирану. Ну, молодец, что и говорить. Поэтому и даже все его разговоры о борьбе с климатом и с изменением климата, это полный бред, правительство не может здесь ничего сделать, поверьте мне. Правительство может раздуть бюрократию, правительство может выкачать из людей огромное количество денег через налоги и так далее, но реальная помощь приходит всегда через частное предпринимательство и через людей, которые озабочены тем, чтобы они жили в нормальных условиях. Правительство этого не может сделать, это могут сделать только сами люди. Но Макрон вот пропихивает все это. И то, что Трамп на этой самой встрече J7 игнорировал все эти потуги Макрона втянуть Штаты в новые какие-то программы многомиллиардные по борьбе с изменением климата, честь Трампу и хвала. Поэтому Макрон сейчас, я помню в прошлом году высказывал надежду, что может удастся, тем более, что Францию это я на самом деле люблю, удастся наладить контакты, но Макрон пока оказывается совершенно катастрофическим лидером и то, что он делает сейчас, это прислуживание истеблишменту и против интересов Франции, потому что портить отношения с Британией и с Америкой да и с Бразилией Франции точно не нужно. И неизвестно, к чему это приведет. В этом плане Трамп повел себя совершенно разумно, потому что он контакты укреплял САБы, но об этом мы говорили в прошлый раз, я не буду возвращаться и с Джонсоном. И Трамп и Пенс, не так давно побывавшие в Великобритании, они подчеркивают, что они всячески за Брексит. Джонсон сейчас тоже пытается выход Британии, королевства, все-таки не забываем про мою любимую Северную Ирландию, организовать этот самый выход. Но вот происходит то, что парламент, к сожалению, королевства, он ведет себя против, как недемократическое явление, а именно люди проголосовали, люди хотят выйти из королевства, парламент же, в том числе и однопартийцы Джонсона, во-первых, противится ему, в том, чтобы был вот этот самый Брексит, без какого бы то ни было соглашения с Евросоюзом, во-вторых, противится его решение провести новые досрочные выборы. На данный момент ситуация такая, что если, скажем, партия Фараджа, так и называется, партия Брексита, и те самые мои любимые демократические юнионисты из Северной Ирландии, если они объединятся, то выборы останутся за сторонниками Брексита. Левые это понимают и стараются сделать все, чтобы, во-первых, взвинтить истерию в обществе, что вот мы выйдем из Евросоюза, и королевству придет конец, все, что угодно сделать. Во-вторых, чтобы создать максимальное количество блоков и эти выборы сорвать. Я на самом деле за Северной Ирландией слежу даже с большим вниманием, чем за Британией. Там левые партии, которые в основном и ориентированы на союз, кстати, с Ирландией как таковой, они стараются сделать все, чтобы уничтожить шансы юнионистов. Юнионисты молодцы, они под это дело выбили из центра 400 миллионов фунтов на развитие Северной Ирландии. Тоже спорный момент, но в политическом плане это они молодцы. И я-то считаю, что если Джонсону удастся вот этот создать блок с Фараджем и с Фостер, это юнионисты Северной Ирландии, то он, конечно, выиграет. Но парламент поэтому будет изо всех сил стараться выборы сорвать, вот это право решать, когда выходить, насколько переносить выход из ЕС за собой оставить и перед Джонсоном действительно проблема тяжелейшая, даже, наверное, не со времен Тэтчер, а практически со времен Черчилля. Может, это, да, не так, конечно, серьезно, как война, но Джонсону надо решить, либо он идет на поводу европейского эстеблишмента, который озабочен в том, чтобы этот референдум повторять снова и снова, пока британцы не согласятся остаться в Евросоюзе, и что парламент, увы, тоже сотрудничает нынешний парламент с эстеблишментом, либо идти до конца объединяться с королевой, приостанавливать работу парламента и добиваться либо действительно выборов досрочных за две недели до Брексита, либо просто идти на Брексит без какого бы то ни было соглашения, без какого бы то ни было бездоговоренности с Евросоюзом. Джонсону придется очень тяжко в этой ситуации, но с другой стороны настоящие политики в такой ситуации и получаются. И так как Джонсон должен осознавать, что за его спиной Соединенные Штаты, Соединенные Штаты за его спиной, если отвечать на вопрос, который вот мы вынесли в название сегмента, то именно Трамп и Джонсон они друзья на сегодняшний день. и то, что в сотрудничестве с Америкой у королевства гораздо более богатое будущее, чем с ЕС, и то, что тот же самый Черчилль и многие другие выдающиеся британские политики точно не хотели Британию в Евросоюзе, и североирландские тоже, кстати говоря, Джонсону надо идти до конца и с помощью своих союзников добиваться того, чтобы Брексит произошел и 31 октября Британия вышла. А Америка, хотя я прекрасно понимаю, что у вас своих забот достаточно, но все-таки тут Британию надо поддержать, я думаю. Ну, вот здесь я, наверное, умолкну, и, наверное, уже через неделю, может быть, у нас будут какие-то новые, иные новости по этой теме, надеюсь, положительные. Спасибо огромное, Иван, и до встречи через неделю. Спасибо вам, до встречи.